Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Вице-чемпионы прошлого сезона, которые уже в 11-м классе и решили напоследок блеснуть. 69-я школа Кирилл Позняков, тренер Олег Лейнов. АПЛОДИСМЕНТЫ Слева от меня, слева от меня, вот сборная такая, это команда Максима Маршова, люди в ней из Лицея МЧС, из Ленинской гимназии, из 36-й гимназии. Вот такая славная сборная, Ольга Климович ее руководит. Сборная синих. АПЛОДИСМЕНТЫ Попробуем сегодня поиграть. Сразу, сразу простимулирую команды. И, естественно, в конце будут сладкие призы от мойка и сама служения на солнечной, на объездной 4G. Наш постоянный партнер, который вот так вот вас стимулирует сладеньким в конце игры. Итак, внимание, сейчас будет блеф-игра. Да-нет-ка. Нужно в этих стойке выжать кнопку и просто-напросто отъедеть, да или нет, на мои утверждения. Я могу говорить правду, могу бессовестно врать. Вам нужно меня либо поймать на вранье, либо согласиться с моими абсолютно правильными утверждениями. Итак, проверим вашу интуицию. Первая ошибка. Первый бой. Максим, кто идет на блеф-игру? Пойдет Александр. Итак, Александр готовится. Кирилл, кто у вас? У нас также пойдет Александр. Итак, Александр против Александра. Вперед, блеф-играем. АПЛОДИСМЕНТЫ Отлично. Итак, блеф-играем. Верите ли вы, что дождевые капли имеют форму шара? Да. Да, это наиболее устойчивая форма в полете и в невесомости. Форма шара, конечно же. Пять очков заработал для своей команды Александр. С почином вас. Верите ли вы, что Земля совершает оборот вокруг своей оси за 24 часа? Прошу. Нет. Да, цифра другая. Есть звездные сутки, есть солнечные сутки, и там число неточное. Не 24 часа. Вы правы. Посмотрите об этом, почитайте. Это интересно. Играем. Верите ли вы, что алмаз невозможно разбить? Да. Нет. Да. Вполне возможно его разбить. Так что он не несокрушимый, не Адамас. Не несокрушимый по-арабски. Вы правы. Пять очков. Право. Верите ли вы, что на небе невооруженным глазом можно увидеть более 10 тысяч звезд? Да. Да, можно. Можно. Да нет, нельзя. 6 тысяч, да и то в обоих полушариях в нашем северном при идеальных условиях около 3 тысяч. Не заработали вы 5 очков. И последний вопрос. Верите ли вы, что скорость света в стекле замедляется? Фальстарт у вас, к сожалению. У соперника есть шанс. Итак, скорость света в стекле замедляется. Верите ли вы? Да, верю. Да. В других средах, кроме вакуума, скорость света замедляется. Браво. Великолепно сыграл Александр из СМЧС. 15-5. 15-5. Хорошо начали блик игру. Мы начинаем нашу основную игру. Дуэльную. Вперед. Итак, дуэль игра. Сейчас команда прослушает темы и решает, кто какую тему на себя согласен и готов взять. Итак, дуэль игра. Первый бой. Жизнь. Игра. Второй бой. Символы. Третий бой. Страны. Не только герахическая тема. Четвертый бой. Будьте здоровы. Пятый бой. Время. У вас 5 секунд. Женя. Женя пойдет. Все. Все забыть. Так. Забейте потом. Итак, 5 секунд достигли. Прошу, Максим. Первый бой. Жизнь. Игра. Кто идет? Я пойду. Сам решил на себя взять. Что наша жизнь? Кирилл? У нас пойдет Илья. Итак, Максим против Ильи. Вперед. Горяя. 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 Максим Маршов. Максим Маршов представляет Иринскую гимназию. Ну, а в клубе у нас он играет за замечательную команду «Ковчег», которая отобралась на чемпионат республики среди школьников и заняла призовое место в областном чемпионате. Замечательная команда «Играем». Итак, жизнь игра. Из них вырезались кубики для самой древней из азартных игр. Да. Деревьев. Из деревьев. Интересно. Максим, может, вы ответите? Три. Из слоновых костей. Из кости принимается. Почему игра и называется «Кости»? Пять очков. Играем. Северные или нордические игры в начале 20 века превратились в эту Олимпиаду. Какую? Максим? Зимнюю Олимпиаду. Зимнюю Олимпиаду, конечно же. Илья, вопрос несложный. Для этой игры в Европе 16 века вырезали небольшие фигурки, представляющие исторические личности. Шахматы. Шахматы, конечно. Сопротивляйтесь. Максим, я понимаю, очень сильный игрок, но все-таки упираться нужно. Такие игры вытеснили все прочие игры при дворе французского короля Генриха Третьего. Какие игры? Азартные игры. Азартные – это очень общий ответ. У вас появился шанс. Карты. Карты, конечно же. Карты играли при Генрихе Третьем и больше ни во что. И заканчиваем. Эта девочка играла в крикет с помощью фламинго и ежиков. Да. Это Алиса. Алиса Льюиса Кэрла. Алиса в стране чудес. 35-10. Сборная так хорошо рванула с места. Ну, посмотрим еще. Вся игра впереди. Второй бой у нас символы. Следующий бой. Вперед! Итак, довольный Максим Маршов, капитан сборной, вернулся. Сейчас он назовет человека, который пойдет играть в бою о символах. Кто это? Пойдет Александр. Саша. Хорошо. Это второй его выход. У нас больше двух раз к стойке не ходят. Кирилл, у вас? И у нас опять пойдет Александр. Александровский бой. Вперед! Итак, символы. Именно он стал имперским геральдическим символом. Что же за птичка такая? Орел. Орел, конечно же. Все империи, начиная от римской, российской, германской, да, вбрали символом себя орла. Вы правы. Этот цветок у древних греков был символом бога гипноса, бога сна. Что же за цветок такой, от которого засыпают? Тишина? Тишина? Опа. А теми, да, прошу. Маг. Маг, конечно же. Браво. Растение – символ Шотландии. Его любит ослик Иа-Иа, а бояться его? То? Согласно названию. Что же за растение такое? Три, две. Одна – бояться. Ребят, мы без минусов сейчас играем, то есть можно отвечать все, что угодно. Я понимаю, что вы боитесь, что в школе учителя вас будут упрекать. Ах, вы ничего не знаете. Пускай учителя ставят на ваше место. Я посмотрю, что у них получится. А теми, это чертополох. Черти его боятся. Этот злак в западнохристианском изобразительном искусстве был символом хлебопричастия. Что за злак, из которого хлеб делают? Да. Пшеница. Пшеница, конечно же. Саша, чего вы боитесь? Играем. В виде именно этого страшного геральдического хищника изображали часто царя Соломона. Что ж такое геральдический хищник страшный? Не знаете. Это лев на самом деле. Я уверен, оба Александра знали. Просто стесняются почему-то жать на кнопки, чего-то бояться. Нечего у нас бояться. 45-15. Перед сборная. Мы играем в следующий бой. Итак, третий бой у нас странный. Тема не только географическая. Максим, кого вы отправляете в бой? Пойдет Ксения. Ксения? Ксения зажмурилась. Кирилл? Пойду я, капитан команды. Хорошо. Ксения против Кирилла. Вперед! Ну что ж, поехали. Древняя столица этой страны. Киото. Ксения? Япония. Конечно. Киото, Токио. Просто поменяли слоги местами. Играем. Это самая большая по площади страна, которая целиком лежит в Европе. Да. Украина. Да, вы правы. Вы правы, Кирилл. Национальный парк Белорусская Пуща. Единый комплекс в этих двух странах. Да. Белоруссия и Польша. Отлично. Да, они сотрудничают с Белорусской Пущей. Вы правы. Это европейская страна, имеет четыре государственных языка, а на марках используют латынь. Пишут. Гель, Ве, Ция. Да. Швейцария. Браво! И заканчиваем. Для десятикратного увеличения урожая в этой стране, посев рекомендуют посыпать солью и сказать Крэкс, Фэкс, Бэкс. Что за страна? Ой. На поле чудес. В стране дураков. Буратино явно давно пересчитывали. Смутно помнится из детства. Итак, после третьего боя. 50-30. Кирилл подтянул свою команду к лидирующей сборной. Играем в следующий бой. Отлично. Четвертый бой у нас. Будьте здоровы, кто у вас наиболее сведущий в медицине, Максим? Пойдет Никита. Никита, великолепно. А у Кирилла? У нас пойдет Артем. Итак, Никита против Артема. Вперед! Удачи вам, ребята. Сейчас вы мне назовете номер группы крови, которая совместима со всеми остальными группами крови. Да? Первая. Первая. Она же обозначается ноль. Или О. Хорошо. Так называется невосприимчивость организма к какой-либо болезни. Опа. Иммунитет. Великолепная реакция, великолепное знание. Браво, Никита. Сколиоз. Это боковое искривление чего? Прошу. Позвоночника. Великолепно. Ну, нам это не грозит. У лицеистов МЧСовских выправка военная. Ну, и тут красавцы стоят, играем. Так называется воспаление червеобразного отрестка слепой кишки. Да. Язва. Это не язва. Вы не правы. Свердник, есть шанс. Аппендицит. Да, это аппендицит. Аппендиц, когда нужно резать, играем. Это заболевание, вызванное повышенной чувствительностью организма к какому-либо веществу. Да. Аллергия. Великолепно. Я надеюсь, на нашу игру ни у кого аллергии нет. И потихонечку, потихонечку команда 67-й школы, команда Олега Лейнова, которая тренирует, приближается к лидеру 60-45. Пятый бой. Время. Играем мы бой. Время, все. А времени, Максим, кто готов? Готов Евгений. Женя пойдет на время, а у Кирилла? Нас готов Павел. Итак, Евгений против Павла. Вперед. Начнем. Он приблизительно равен периоду вращения Земли вокруг Солнца. Простой вопрос. Сутки. Сутки. Понятно. У вас, Павел, конечно же. Год. Год, конечно же. Сутки это, когда Земля вращается вокруг собственной оси. Играем. Наблюдая за фазами Луны, наши предки придумали этот промежуток времени. Фальстарт. У вас за этим очень строго отличный электронный судья. Павел, у вас есть шанс? Месяц. Месяц, конечно же, как одно из названий Луны. Это и рок-группа, и фантастический роман Герберта Уэллса. Что ж у нас о времени такого фантастического или рок-группового? Да. Машина времени. Блестящий ответ. В революционном календаре этой страны были месяцы Жарминаль, Термидор и Прюмер. Уи. Да. Франция. Франция революционная, конец уже. И так называют, так называют, одну 1440-ую часть суток. Ну-ка. Сейчас мысленно делят, 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 делят или умножают. Да. Минута. Браво! Куда? Павел сыграл, ну просто блестящий. И вывел свою команду вперед. 60-70. 69-я школа впереди. Играем. Тест-игра в нашей революционной пятерки. Это такая маленькая-маленькая централизованная тестеринка. Очень скоростное. Ну, помогаем готовиться нашим ребятам. Вопрос, несколько вариантов ответа. И очень жаль, что оба Александра и в сборной Максима Маршова, и в сборной Кирилла Познякова уже использовали два своих выхода к стойке, потому что тема нашей тест-игры будет именно Александры. Найдет ли Максим Маршов кого-то кроме Александра для этого боя? Я нашел. Нашел. Это Никита. Это Никита. Хороший выбор у Кирилла. А у нас пойдет Павел. Итак, ой, сильные игроки. Никита против Павла. Вперед! Итак, идем. Горячие! 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 Отлично. Прекрасно. Итак, напоминаю правило. Нужно успеть выжать кнопку раньше соперника и дать правильный ответ. Вариантов у нас три. Итак, начнем. Александры. Отцом российского императора Александра Первого был. А. Александр. Б. Павел. Ц. Петр. Да, Павел. Павел. Павел, еще вам не знали. Павел Первый был его папой. Вы получили 10 очков. Играем. Автор романа в круге первом. Это А. Александр Солженицын. Б. Александр Куприн. И. Ц. Александр Дюма. Да. Дюма. Да нет, Дюма. Мне что-то другое написал. Может, Павел ответит. Солженицын? Да. А или Б? А. А. Александр Солженицын. Да, браво. На подборе. Пять очков заработал. Кстати, этот роман о временах сталинских репрессий. О шарашке. В которой работает главный герой экранизирован с Евгением Мироновым с другими замечательными актерами. Посмотрите. Очень любопытное зрелище. Играем. Александр Македонский объявил себя А. Сыном Омона. Б. Братом Осириса. С. Отцом Аполлона. Ну. А. Б. С. Да. А. Сыном Омона, египетского бога. Браво. АПЛОДИСМЕНТЫ Наращивает, наращивает. Переезд наш Павел. Блестяще играет. Гениальный шахматист. Русский шахматист 20 века. Это Александр. А. Александр Алёхин. Б. Александр Смыслов. И. Александр Каспаров. Да. Каспаров. Каспарова звали Гарри и зовут до сих пор. Прошу. Вариант А. А. Александр Алёхин, конечно же. Шахматный гений России и Франции. Как написано на его надгробном камне. Пять очков на подборе и последний вопрос. Орден Александра Невского был восстановлен в Советском Союзе во время А. Гражданской войны. Б. Финской войны. И. С. Великой Отечественной войны. Да. В. В. В это что? У нас нет. У нас А, В и С. Б. Б. Финской войны. Вы не правы, не в 39-м году он получился. Павел. Гражданской. Гражданской войны. Да нет, там был орден Боевого Красного Знамени и все. В Великой Отечественной войны был восстановлен этот орден во время 65-95. Павел, студия аплодирует именно вам. Браво. Две непростые сборные. У нас все-таки очень сильная команда Кирилла, 69-я школа, очень сильная команда Максима, наша сборная с добавлением МЧСовских лицеистов. Это вообще непробиваемые ребята, несгораемые, непотопляемые. А вот поэтому у нас будет слайд-игра чуть сложнее. Раньше у нас буковка и нужно было сказать слово. Теперь появляется буковка и вам нужно будет сказать два слова. Причем первое слово это прилагательное, определение, а второе существительное. Ну, например, появляется на экране мальчик в короне, в плаще со шпагой. Это буква М, допустим, маленький принц. Принцип понятен. Итак, внимание, слайд-игра. Максим, кто у вас идет на картинке? Ксюша пойдет на картинке. Ксюша Бантурова, великолепный Кирилл, у вас? У нас сходит Илья. Итак, Ксюша против Ильи, вперед! Ебача и Слюша! Итак, мы начинаем с выигрывающей стороны 15 очков за правильный ответ. 10 очков на подборе и меняем отвечающего после каждого. Вот такой волейбольчик. Итак, Илья, начинаем с вас. Первый слайд. Два слова. Поехали. Прошу. Может быть. Понятно. Ксения? Ангорская кошка. Ангорская кошка. Браво! 10 очков сразу Ксюша заработала на подборе. И, Ксения, играем только с вами. Буква Б. Прошу. Балетные туфли. Балетные туфли. Браво! 15 очков! Илья, тряпнулись. Ведь это просто. Играем. Буква В. Блюда. Вегетарианские блюда. Да, вегетарианские блюда. Вегетарианские блюда. Великолепно! 15 очков. Ксения. Вам удачи. Тут, да, нужно назвать икону двумя словами. Илья, может... Я вообще не знаю. Господь Бог. Может быть. Нет, не Господь Бог. Это икона грузинской богоматери. У нас есть храм грузинской богоматери. Илья, я прошу. Тишина. Тишина. Доильная установка. Доильная установка. Доильный аппарат. Великолепно. Слушай, ваша очередь. Буква Е. Еврейский танец, можно сказать. Да, это знаменитый еврейский танец с бутылками. Браво, Ксения! Прошу. Илья, тишина. Тишина в студии. Жасминовый чай. Великолепный ответ. Жасминовый чай. Прекрасно. Ксюша. О человеке что-то нужно сказать. Это имею право подсказать. Не просто о руке, но и о принадлежащем ей человеке. Замужняя женщина. Замужняя женщина. Хорошо, великолепно. Ну, это западная замужняя женщина на левой руке. Прошу. Илья. Илья. Ирландский пингвин. Нет таких в природе, к сожалению. Ксения, может, вы и сумеете. Императорский пингвин. Императорский пингвин. Браво! Королевский ответ. Чудненько. Ксения, вперед. Кулачный бой. Кулачный бой, конечно же. Браво! 145-140. Браво! Ну что ж, последнее. Риск играем. Очень равный бой у нас. Играем. И меня терзают смутные сомнения, что капитаны решили, что именно они самые сильные, самые мощные, самые стабильные, самые психологически устойчивые игроки в команде. Потому что сейчас риск игра, единственная игра со штрафными очками. Максим, кто играет у вас? Я игра. Понятно. Кирилл, кто играет у вас? Я капитан команды. Капитанская игра, вперед! Так, Кирилл, да, молодцы. Итак, капитаны берут все на себя. Итак, внимание, риск игра. Правильный ответ. Плюс 20, неправильный. Минус 20. Внимание. Жизнь игра. Мы повторяем темы нашей дуэльной игры. Именно в этой стране проводится самый большой, самый массовый чемпионат по футболу среди дворовых команд. Белоруссия, конечно же, Бразилия! Кирилл, чего вы боялись? Вот она, вот этот учительский прессинг. Не ответишь, поставлю 2 балла. Итак, играем. Символы. Символом мудрой богини Афины была именно эта птица. Максим? Сова. Сова, конечно. И сова символ Афин. 165-120. Кирилл, у вас еще есть шанс. В этой стране канал из Атлантики в Тихий океан и обратно. У-у-у-у. Да. Панама. Браво! 165-140. Еще два вопроса. Внимание. Будьте здоровы. Это слово означает и недальновидность, и недостаток зрения. Да. Близорукость. Прекрасно! 165-160 в пользу сборной и решит все последний вопрос. Итак, внимание. Время. Это самый знаменитый афоризм американского политика и бизнесмена Бенджамина Франклина. Да. Время – деньги. Браво! Тайм из мани! Великолепно! И на последнем вопросе команда Кирилла Позняков. Кирилл Позняков побеждает. Прошу вас. Вернитесь своим командам. Итак, победа 69-й школы. Победа ребят, которые тренирует Олег Нович Леинов. И вот не думайте, что тот торт, который у меня в руках, это для того, чтобы ведущий смог стать еще толще. Это неправда. Вот. Я активно с этим борюсь. Этот торт мне вручил наш партнер для того, чтобы я передал его лучшему игроку матча. Я не буду спрашивать у студии. Тут я уже обойдусь своим собственным, что называется, умом. Человек, который выходит на самую решающую игру, человек, который проигрывает. И человек, который все-таки последним ударом, последним вопросом, на последней секунде, делая побил в своей команде, достоин звания лучшего игрока. Кирилл, это вам. Так что, Кирилл, поднимите в обеих руках. Вот так вот. Вот. Вы знаете, наш девец. Играем в пятерку, получаем десятки. Но, вы видите, не только десятки можно получать у нас. Но, тем не менее, играем в пятерку, получаем десятки. Смотрите нас. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Продолжение следует...